Превращение США в мировую державу. Добрый день! Сегодня мы отправимся в путешествие, но название континента зашифровано. Чтобы его узнать, поставьте на паузу и разгадайте кроссворд. Ответы запишите в тетрадь. В ходе сегодняшнего путешествия вы узнаете годы, причины, основные события и итоги гражданской войны в США. Познакомитесь с историческими личностями, такими как Аврам Линкольн, Роберт Эдуард Ли, Джеймс Монро и результатами их деятельности. Узнайте, что такое конфедерация, прокламация, дискриминация, резервация. Научитесь определять на картосхеме территорию конфедеративных штатов Америки и места основных сражений, а также сможете давать оценку событиям гражданской войны в США. Для плодотворной работы вам предлагается практическая часть. Каждое задание обозначено соответствующим значком. Когда вы получите то или иное задание в ходе работы над темой, нажмите на кнопку пауза, выполните его и только потом переходите к дальнейшей работе. В 1850-х годах Соединенные Штаты Америки вышли на четвертое место среди ведущих индустриально развитых стран мира. Но развитие капитализма в разных частях государства шло неравномерно. Юг, где процветало рабство, по-прежнему оставался крайне отсталым регионом. Здесь свободные земли осваивались при помощи рабского труда. Плантационное хозяйство юга поставляло хлопок в основном на европейские, особенно английские рынки. Оттуда на юг поступала большая часть машин и оборудования. Это противоречило интересам фермеров севера. Они были особенно заинтересованы в ликвидации рабства. Плантаторы-рабовладельцы в южных штатах наоборот стремились к насаждению рабовладения на севере. Так, в 1857 году Верховный суд США, который контролировался югом, постановил, что раб остается собственностью хозяина в любом штате. Так возникла угроза распространения рабства по всей стране. Поставьте на паузу и объясните причинно-следственную связь между следующими событиями. В 1854 году возникла республиканская партия. Она выражала интересы промышленной буржуазии, фермеров и рабочих. Большинство республиканцев требовали отмены рабства. Выступали за бесплатную раздачу земель всем желающим, а также за введение высоких тарифов на ввоз зарубежных промышленных товаров. Одним из лидеров этой партии был Авраам Линкольн. Авраам Линкольн родился в семье небогатых фермеров-переселенцев. После смерти жены и двоих детей отец Авраама женился повторно. Приемная мать много занималась с мальчиком. Авраам с интересом читал Библию, Робинзона Круза и учебник по истории Америки. В 20 лет Авраам покинул родительский дом и перебивался случайными заработками. Когда губернатор Иллинойса призвал добровольцев на войну с индейцами, юноша записался в армию и получил чин капитана. Служба придала ему уверенности, и он решил заняться политикой. В 25 лет Линкольн впервые победил на выборах в законодательное собрание Иллинойса. Затем он представлял свой штат в Нижней палате Конгресса США, где выступал против работоторговых. Параллельно Авраам изучал юриспруденцию, был допущен к адвокатской практике, стал консультантом железной дороги Иллинойс-центра. Линкольн зарекомендовал себя одним из перспективных политиков и одним из лучших юристов штата. Он пользовался заслуженным авторитетом коллег, но в семейной жизни все было по-другому. Мэри Тодд, дочь богатого плантатора, принадлежала к числу вечно недовольных жен и совершенно не умела вести хозяйство. Однако Линкольн безропотно терпел характер супруги, которая родила ему четырех сыновей. В 1858 году республиканцы выдвинули Линкольна кандидатом на пост президента. В своей предвыборной речи он произнес слова «Дом, расколотый надло, не может устоять. Страна не может наполовину быть рабовладельческой, наполовину свободной». И хотя Линкольн проиграл эти выборы, он стал фигурой национального масштаба. На следующих президентских выборах Линкольн получил 40% голосов избирателей и победил своих противников. Так мальчик из низов воплотил великую американскую мечту, став президентом страны. А теперь подставьте на паузу и ответьте на вопрос «Как вы понимаете слова Авраама Линкольна?» А также составьте синквейн со словом «Авраам Линкольн». Ниже приведем пример. Избрание президентом Линкольна послужило для Юга поводом к разрыву с Соединенными Штатами Америки. Ради мира и сохранения единства новый президент заявил, что не станет вмешиваться в дела тех штатов, где существует рабство, лишь бы не допустить раскола страны. Однако попытки президента избежать раскола не увенчались успехом. В феврале-май 1861 года представители 11 отколовшихся штатов образовали конфедеративные штаты Америки во главе со своим президентом. Поставьте на паузу и запишите определение понятия конфедерации в тетрадь, а после покажите, используя картосхему, территорию конфедеративных штатов Америки. В апреле 1861 года произошло первое столкновение с войсками конфедерации. Началась гражданская война между Севером и Югом. Поставьте на паузу и, используя материалы учебного пособия на страницах 78 и 79, заполните схему причины гражданской войны в США. Гражданская война продолжалась 4 года, с 1861 по 1865 год. В ходе войны возникли огромные армии. У каждой страны были свои преимущества. Север превосходил Юг по численности населения и богатству. Он обладал гораздо большими ресурсами. Производил три четверти промышленной продукции страны. Имел больше железных дорог. Поэтому Север был готов к длительной войне. Однако солдаты и полководцы Юга были лучше подготовлены. Особенно отличился во время гражданской войны главнокомандующий армии Южан генерал Роберт Эдуард Ли. Подставьте на паузу и выполните задание. Используя карту схемы учебного пособия на странице 80 и материал учебного пособия на страницах 81 и 82, заполните таблицу «Гражданская война в США» по следующему образцу. События записывайте в аналогической последовательности. Но через пять дней после капитуляции Юга произошла трагедия. Победа северян была омрачена трагическим событием. 14 апреля 1865 года сторонник Южан смертельно ранил Авраама Линкольна. Тайна его смерти не раскрыта до сих пор. Поставьте на паузу и, используя дополнительную литературу и ресурсы интернета, узнайте, кто и при каких обстоятельствах совершил покушение на Авраама Линкольна. Что же помогло Северу победить? В критический момент правительство в главе с президентом Линкольном вело всеобщую воинскую повинность. Теперь все мужчины призывного возраста были обязаны нести военную службу. Военные штабы северян были очищены от сторонников конфедерации. Конгресс принял Гомстед-акт, которого так долго добивались фермеры и рабочие. Теперь каждый желающий мог получить за небольшую плату участок земли. Наконец была издана прокламация об освобождении рабов без выкупа с 1 января 1863 года. Поставьте на паузу и запишите в тетрадь определение термина прокламация, а затем ознакомьтесь с документом и ответьте на вопрос, какое значение имело издание прокламации для победы Севера в гражданской войне. Подведем главные итоги гражданской войны. Американцы сохранили целостность своего государства. Произошла отмена рабства. Была осуществлена раздача гомстедов. В этом великая заслуга Авраама Линкольна. Гражданская война сыграла большую роль в буржуазной революции. Буржуазия утвердила свое политическое господство, не деля его больше с плантаторами. Открылись большие возможности для дальнейшего развития процесса модернизации и выхода на ведущие позиции в мире. После окончания гражданской войны в США начинается бурный рост промышленности и сельского хозяйства. Источником накопления капиталов стала разработка золотых приисков в Калифорнии. Это вело к росту золотых запасов казны и увеличению инвестиций в промышленные отрасли. Еще одним источником накопления капиталов стали обнаружены в Пенсильвании богатейшие запасы нефти. В 60-70-е годы XIX века в США возникли новые отрасли промышленности, в том числе нефтедобывающие. Доходы одни шли на завершение промышленной революции. Развернуло строительство новых железных дорог, что содействовало дальнейшему росту промышленного производства. Уже к началу XX века 100% государственных перевозок осуществлялось по железной дороге. Средства, вложенные в экономику США, приносили большую прибыль. Это привлекало капиталы из стран Европы. Началось строительство банков. К концу XIX века Соединенные Штаты Америки вышли на первое место в мире по объему производства промышленной продукции. Важным источником быстрого развития США был постоянный приток иммигрантов из европейских государств. Так, в период с 1870 по 1914 год США прибывало от 500 тысяч до 1 миллиона человек ежегодно. Людей привлекал более высокий уровень зарплаты, чем в Европе. Возможность получения земельного участка в малозаселенных штатах. Надежды на финансовый успех. Политическая и религиозная свобода. К концу XIX века Соединенные Штаты Америки стали самой богатой страной мира. В своем экономическом развитии они обогнали Европу. Уровень жизни населения стал выше, чем в любой другой стране. Труд рабочих хорошо оплачивался. Поставьте на паузу и объясните причинно-следственную связь между следующими событиями. И все же процветание Америки было относительным. По-прежнему гонением подвергалось коренное население страны – индейцы. Остатки индейских племен были вытеснены в пустынные бесплодные земли. Для поселения им выделяли специальные округа – резервации. Там они были обречены на жалкое существование и медленное вымирание. Людьми второго сорта считались и чернокожие. Теперь по закону они были свободными, но их материальное положение оставалось прежним. Они, как и индейцы, подвергались всяческим ограничениям, то есть дискриминации по расовому признаку. Поставьте на паузу и запишите в тетрадь определение понятий «дискриминация» и «резервация», а после ответьте на вопрос, какими методами по отношению к коренному населению американцы решали свои проблемы в XIX веке. Что в этой иллюстрации напоминает времена покорения Америки европейцами в первой половине XVI века? Став самой богатой державой мира, Соединенные Штаты Америки становятся и самой влиятельной страной. В 1823 году президент Джеймс Монро заявил, что США не потерпит европейской интервенции в любую страну Америки. Под лозунгом «Америка для американцев» США стремились предотвратить вмешательство Европы в дела латиноамериканских государств. Но когда финансовое могущество США возросло и их позиции укрепились, они сами стали на путь внешнеполитической экспансии. К концу XIX века были захвачены принадлежавшие Испании, Куба, Пуорто-Рико и Филиппины. На смену лозунгу «Америка для американцев» пришел лозунг «Америка для США». Поставьте на паузу и ответьте на вопрос, в чем отличие лозунгов «Америка для американцев» и «Америка для США». Подведем итоги. США в первой половине XIX века были одной из ведущих индустриально развитых стран мира. Однако развитие капитализма в разных частях государства шло неравномерно, что стало одной из причин начала Гражданской войны. Гражданская война в США закончилась победой Севера. К концу XIX века Соединенные Штаты Америки стали самой богатой страной мира, обогнав в своем экономическом развитии Европу. Но все же процветание Америки было относительным. Коренное население Америки подвергалось всяческим ограничениям, то есть дискриминации по расовому признаку. В конце XIX века США стали на путь внешнеполитической экспансии. Для качественного усвоения знаний предлагаю вам изучить параграф 13. Для закрепления материала вы можете устно выполнить задания на страницах 83 и 84. Также рекомендую прочитать слова Фридриха Энгельса о Гражданской войне в США на странице 84 учебного пособия и письменно ответить на вопрос, а также выполнить тест. Если вас заинтересовало изучение данной темы, рекомендую вам посмотреть художественный фильм «Унесенные ветром», посвященный событиям Гражданской войны и выразить свое отношение к войне в виде синквейна. Желаю вам успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok